Учителям одной из столичных школ рассказали о способах распространения наркотиков, признаках и последствиях их употребления. Эта встреча с полицейскими и общественниками стала первым этапом долгосрочной профилактической программы, которая должна охватить все общеобразовательные учреждения Астаны. По информации МВД, только в прошлом году было заблокировано около 5000 интернет-ресурсов, где без труда любой школьник мог приобрести синтетические наркотики. У них миллиардные доходы. Не миллионные, а миллиардные доходы. Почему? Потому что данная проблема не только касается стран СНГ, но это касается и ближней и дальней зарубежи. Поэтому эта проблема, например, в последнее время рассматривалась на совещании Большой двадцатки, где конкретно были поставлены задачи всем государствам, чтобы эти обезличенные сайты, потом электронные кошельки, которые мы регистрируем, чтобы этого не было. Произведенные искусственным путем синтетические наркотики медленно разрушаются и выводятся из организма человека. В первую очередь от употребления подобных смесей страдает человеческая психика. Воздействие на нее оказывается такое же, как и при применении сильнодействующих наркотических веществ. Что примерно может происходить с подростками, вы можете видеть сейчас на своих экранах. Наркомания неумолимо молодеет. То есть сейчас самый нижний предел – это ранее подростковая группа 14-15 лет. Начинают дети употреблять, как правило, с аптечной группы наркотиков. То есть это медицинские препараты, наркосодержащие. И уже дальше, когда толерантность организма растет, ребенок переходит на более тяжелые синтетические наркотики.